Добро пожаловать в нашу домашнюю группу. Мы очень рады, что вы присоединились ко мне и Джоэлу и Денис этим вечером. На этой неделе мы отвечаем на разные вопросы, которые задали нам вы и другие люди. И как же здорово мы провели время. И добро пожаловать, Денис, добро пожаловать, Джоэл. Спасибо, Рик. И я хочу поприветствовать нашу домашнюю группу. Вы так важны для нас. Мы так рады, что вы с нами. Приветствуем Джоэла. Это так приятно быть с вами. Спасибо, домашняя группа, что вы присоединились. Но прежде чем мы начнем, если вам нужна молитва, пожалуйста, свяжитесь с нами. Вы можете написать нам. Мы верим в силу молитвы. Не так ли, мама? О, конечно. Потому что мы видим ответы на молитвы. И наш Бог, Бог живой. И в Библии сказано, что рука его не коротка, и уши его не глухи. И Он слышит ваши молитвы. И сегодня мы сосредоточимся на исцелении. Мы ответим на пять вопросов, которые вы нам зададите. Если мы не знаем ответа, то так и скажем вам, что не знаем. Но давайте начнем. Джоэл? Хорошо. Давайте начнем с первого вопроса. Да, но сначала у вас есть Библии? Мы будем обращаться к нашим Библиям. Вы всегда должны иметь при себе Библию, когда приходите в нашу домашнюю группу. Хорошо, мистер Реннер. Итак, вопрос номер один. Если на исцеление есть Божья воля, и кто-то молится об этом с верой и верит в Божьи обещания, то как мы объясним, почему исцеление не приходит? Это замечательный вопрос. И есть разные причины, по которым исцеление не происходит. Некоторые из них очень простые. Если вы молитесь за человека, который не верит в исцеление, то, скорее всего, он его не получит. Я не забуду, как много лет назад, когда я служил в молитвенном отделении в Западной Оклахоме, мужчина и женщина вышли вперед, и Божье помазание присутствовало, чтобы исцелять больных. Люди исцелялись, когда мы с Денис возлагали руки. И у этого мужчина и его жены были серьезные физические проблемы. И я сказал, вы готовы получить исцеление? Они ответили, нет, мы даже не верим в исцеление. Тогда почему вы пришли? Они сказали, потому что люди, которые привели нас на это собрание, сказали нам встать и спуститься ко входу. И я не стал молиться за них, потому что знал, что если я буду молиться за них, то не будет никаких результатов. Они даже не верили в это. Они даже не хотели, чтобы я к ним прикасался. Поэтому они развернулись и вернулись на свои места больными. Если вы молитесь за кого-то, кто против исцеления, кто не верит в исцеление, скорее всего, он не получит его. Иногда у людей нет веры, чтобы его получить. А иногда люди не могут получить исцеление от Господа из-за глубоких проблем, которые блокируют процесс исцеления. Это непрощение, горечь. Эти вещи действительно будто засоряют нас и затрудняют получение чего-либо от Господа. Не просто исцеление, а чего угодно от Господа. Денис? Много-много лет назад в моем сердце поселилась горечь и непрощение. И у меня появились симптомы в теле. У меня были приступы паники. Мои руки постоянно были болезненно холодными. Ноги и лицо также становились холодными. Страх словно тисками сковывал мою голову. Если бы я пошла к врачам, я уверена, что они бы сказали, «Вам нужно это лекарство, вам нужно то лекарство». Но я не пошла к врачу, потому что я просто хотела это. Я просто нуждалась в Слове Божьем, и мои глаза смотрели на это Слово, а мои уши слышали это Слово. Денис, я просто хочу сказать, что ты действительно глубоко погрузилась. О, да, это так. Я имею в виду, я видел, как ты хваталась за Слово, молилась и просила Бога о своем исцелении. Я никогда этого не забуду. О, я отчаянно нуждалась в исцелении. И знаете, могла бы сказать, «Ну, Он не хочет исцелить меня». Прошли месяцы. Должно быть, Бог не хочет, чтобы я исцелилась. Но это абсолютно неправда. И Божья воля исцелить вас благодаря тому, что Иисус сделал на кресте. И я не сдавалась. Я действительно была как собака в погоне за костью. Я не собиралась сдаваться. И однажды ночью Дух Святой показал мне, что в моем сердце есть горечь и непрощение. Я даже не знала, что они у меня есть. Я просто думала, что другой человек должен измениться. Я не знала, что у меня есть проблемы в собственном сердце. А поскольку горечь и непрощение так сильны, они словно щупальца прорастают в вашу душу. Я знаю, что именно поэтому у меня были эти панические атаки, которые были ужасны, и страх. И я просыпалась утром с теми же мыслями и ложилась спать с теми же мыслями. И это было ужасно. Ты знаешь, Денис, в главе 12 стихе 15 послания к евреям говорится, что горький корень мешает вам ощутить присутствие Бога или даже получить благодать Бога. Об этом говорится в послании к евреям 12.15. Знаете, я могла бы описать себя как тонущего человека. Я делала все возможное, чтобы удержаться на плаву. И тогда Дух Святой показал мне, что в моем сердце есть горечь и непрощение. Я смогла увидеть свою проблему в другой перспективе и простить того человека. И в ту ночь я легла спать. И это чистая правда. Дорогая домашняя группа, я проснулась в другом мире. На следующее утро я проснулась в совершенно другом мире. Мои руки были абсолютно нормальными. Мои ноги были абсолютно нормальными. Это продолжалось больше года с моими руками и ногами. Это было так ужасно. Но весь страх абсолютно исчез. И знаете что? Никто не мог сказать мне, знаешь, твоя проблема в непрощении. Вот почему ты больна. Они этого не знали. Я этого не знала. Но Дух Святой, Он исследует внутренние уголки нашей души. И Он точно знает, как прикоснуться к тому яду, который мучает нас изнутри. Знаешь, Денис, человек может самостоятельно копаться в себе, пытаться понять, что с ним не так. Это верно. Вы только зря потратите время. Вам нужна исследовательская работа Святого Духа. А Дух Святой — удивительный исследователь. Мы читаем в первом послании к Коринфянам, главе 2, что Он открывает глубокие вещи. Он способен погрузиться в самые глубины вашей души и открыть вам то, что нужно извлечь и удалить, чтобы вы могли получить исцеление. Бог хочет, чтобы вы были здоровы. Но вопрос был в том, что мешает людям. Люди верят, они ждут. Иногда дело не в исцелении. Иногда дело в более глубоких проблемах, которые блокируют процесс. И я просто хочу сказать вам, что Дух Святой словно засунул свою невидимую руку в мое сердце той ночью. И затем Он просто вытащил все горечь и непрощение прямо из моего сердца. И я освободилась. И я написала эту маленькую книжечку. Она просто крошечная. Вы, наверное, сможете прочитать ее за 45 минут. И это мое свидетельство. И я получила так много откликов об этой книге. Есть люди, которые прочитали эту книгу, и она изменила их жизнь. Так что она может помочь и вам. Может быть, вам не нужно никого прощать, и у вас внутри нет никакого непрощения. Но если вы, возможно, знаете кого-то или сами имеете дело с этим, я верю, что эта книга может помочь вам. Спасибо, дорогая. Это мощное свидетельство. Это действительно так. Хорошо, Джоэл. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В чем разница между исцелением и чудом? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно обратиться к Первому посланию Коринфянам, главе 12. И в 12 главе Первого послания Коринфянам апостол Павел перечисляет дары Святого Духа. Девять даров Святого Духа. И послушайте, что он говорит в 9 стихе. Во второй части стиха говорится «дары исцеления тем же Духом». Но подождите, затем посмотрите в 10 стихе «иному чудотворения». Очевидно, что есть разница между дарами исцеления и чудотворения, потому что он разделяет их, как будто они относятся к двум отдельным категориям. Во-первых, здесь не говорится о даре исцеления. Говорится о множественных дарах исцеления. Это значит, что дар исцеления может проявляться в самых разных формах. Один человек будет молиться так, другой человек по-другому. Не ограничивайте себя. Не загоняйте себя в рамки. Дары исцеления проявляются по-разному. Но слово «исцеление» — это греческое слово «иэомай». Любой, кто знает греческий язык, сразу же скажет «вот это да, это удивительно». Ведь слово «иэомай» означает «исцеление», а исцеление не бывает мгновенным. Исцеление — это нечто прогрессирующее. Его можно перевести как слово «лекарство». Лекарство — это нечто прогрессирующее. И слово «иэомай», приведенное как «исцеление», означает «постепенное исцеление». Оно даже означает быть вылеченным, быть вылеченным. Подумайте о враче. Если вы идете к врачу, потому что заболели, чего вы ждете от врача? Ожидаете ли вы, что врач мгновенно исцелит вас? Нет. Но обычно вы ожидаете, что врач сможет диагностировать, что с вами не так, и пропишет лекарства, которые, если вы их примете, начнут постепенно обращать ваше состояние вспять или в течение определенного периода времени вы начнете поправляться, потому что вас ведет доктор, и вы исцеляетесь постепенно. Это говорит нам о том, что дар исцеления – это прогрессивное проявление духа. Когда вы возлагаете руки на кого-то, и когда вы высвобождаете свою веру, вы можете буквально сказать, когда я закончу молиться за вас, вы сразу же начнете поправляться. Возможно, вы не сразу поправитесь, но с этого момента вас начнет высвобождаться сила, которая начнет обращать вспять ваше состояние, и день за днем, час за часом вы начнете поправляться. Большая часть служения Иисуса заключалась в исцелении. Люди, которых Он касался, с того момента, как Он прикасался к ним, жизнь в них начинала становиться сильнее, и они становились более здоровыми. Отличный пример тому – прокаженные, которых исцелил Иисус. В Библии говорится, что когда они шли, они исцелялись. Это не было чудом. Чудо – это что-то мгновенное. Это было исцеление. Греческое слово «иэумай». И я думаю, что это освобождает, потому что Библия говорит, что мы должны возлагать руки на больных, и больные в большинстве случаев выздоравливают. Верующим не надо собираться творить чудеса. Надо двигаться в исцелении. А это значит, что вы оснащены, вы уполномочены, вы наделены властью возлагать руки на больных и говорить, «Когда я закончу молиться за вас, все начнет меняться». Прямо сейчас в вас вливается сила, которая начнет обращать вспять в ваше состояние. И с этого момента физически вы начнете поправляться. Вы можете высвободить свою веру для этого. Вы можете не верить в мгновенное чудо, но поверьте в то, о чем я говорю вам. Дары исцеления перечислены в 1 Коринфянам, главе 12 и стихе 9. Так что же такое чудо? Давайте посмотрим на это. В 10 стихе говорится, что «иному дон дар» – чудотворение. Но в греческом языке это не так. В греческом говорится об активации сил. Слово «энергия» описывает божественную энергию. Слово «дунамис» описывает вторжение сверхъестественной силы. Вы соединяете эти два слова вместе, и получается, что чудотворение – это внезапный, мгновенный всплеск динамической сверхъестественной силы, которая мгновенно преодолевает правила природы, науки, и делает в один момент то, что никогда не могло произойти естественным образом. Это происходит мгновенно. Это действие сил. Именно так говорится в греческом языке. Здесь это переведено как «творить чудеса». Действие божественной силы, которая мгновенно заставляет что-то произойти. Если бы речь шла о физическом чуде, то это был бы человек, который физически никогда не мог бы выздороветь, но в один момент внезапно выздоравливает. Но чудотворение включает в себя не только исцеление тела. Например, когда Иисус взял пищу в руки и мгновенно благословил ее, произошла божественная работа сил, преодолевших законы природы, и то, что было в руках Иисуса, начало умножаться. Когда Иисус шел по воде, это было проявление божественной силы, которая мгновенно преодолела законы природы и науки, и атомы в воде затвердели так, что Иисус мог идти по воде, как по мостовой. Это отмена законов, отмена природы, отмена науки, когда в одно мгновение что-то происходит. Поэтому между исцелением и чудом есть большая разница. Исцеление, греческое слово «иэлмай», описывает нечто прогрессирующее, происходящее в течение периода времени. Это такое же сверхъестественное явление, но оно происходит постепенно. Чудо – это то, что происходит мгновенно, благодаря божественному всплеску силы, которая мгновенно преодолевает законы природы и делает то, что никогда не могло быть сделано естественным образом. Денис? Это так интересно, Рик, потому что я видела, как Бог творил чудеса в моей жизни, и они были мгновенными. Я имею в виду, когда Он исцелил мое лицо. Болезнь, которая была у меня 13 лет, на шее, на лбу и на лице. И это выглядело очень некрасиво. Из-за этого меня не брали на работу. Из-за этого я не могла петь. Но я верила Божьему Слову. Я вкладывала его в свои уста и глаза, но ничего не происходило. Но однажды ночью я легла спать, как и последние 13 лет, с этой болезнью, с которой врачи не могли мне помочь. Я уже побывала у каждого из них. Я уже принимала все лекарства и все методы лечения, но они не помогали мне. Но я легла спать той ночью, и я не знаю, когда Иисус сделал это, но ночью Он коснулся меня. И я проснулась утром и была совершенно здорова. Мое лицо было абсолютно чистым, а также мой лоб, моя шея. Я была мгновенно исцелена в течение той ночи. Некоторые люди говорят, Денис, «Я не хочу исцеления, я хочу чудо». Но знаете что? Это дары Духа Святого. Именно Он решает, что вы получите. Получите ли вы его мгновенно или постепенно, это зависит от Бога. Вам просто нужно использовать свою веру, чтобы получить все, что Он хочет вам дать. Лично я считаю, что чудеса обычно происходят тогда, когда есть что-то, чего никогда нельзя было бы достичь только с помощью собственной веры. Например, сломанный позвоночник, который Бог мгновенно соединяет, лицо, наполненное ядом. Дар исцеления, похоже, связан с верой людей. Например, вы простудились. Дар исцеления действует, вы высвобождаете веру и начинаете верить в выздоровление. А чудеса происходят в чем-то совершенно невозможном для человека. В любом случае, еще одна причина, по которой люди ожидают чуда, заключается в том, что чудеса это то, что обычно показывают по телевизору. А знаете почему? Потому что они мгновенны, и их можно заснять на камеру. Поэтому именно это всегда показывают по телевизору. Как запечатлеть на камеру исцеление? Потребуется много времени. Это займет много, 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 много времени. Поэтому вы не документируете их. Люди всегда говорят о мгновенном. И это дает ложное представление о том, что все, что делает Бог, происходит мгновенно. Но кое-что из того, что делает Бог, происходит постепенно. И пока вы постепенно исцеляетесь, вы также обновляете свой разум, решаете проблемы в своей жизни. Это целый комплекс действий. А затем происходит мгновенное исцеление, которое называется сотворением чудес или божественным действием сил. Хорошо, следующий вопрос. Я просто хочу сказать, что это очень вдохновляет. Ведь так часто люди говорят, «Я не получил своего исцеления». Нет, они не получили чуда. Исцеление может произойти. Большинство людей, которые говорят, что не получили исцеления, получили его. Они не получили чуда. Да, так часто люди говорят, что «Я не получил исцеления» и просто перестают верить. На самом деле, они имеют в виду, что не получили чудо, но вы можете продолжать верить в свое исцеление, безусловно. Итак, все ли болезни вызваны дьяволом? В одном случае – да, в другом – нет. До греха падения дьявол не властвовал на земле, и болезней не было. Все болезни, все недуги, все плохое началось после греха падения Адама, когда дверь была открыта для дождя смерти и тьмы, пришедшей в мир. Но есть много вещей, которые вы можете сделать сами, чтобы заболеть. Если вы не заботитесь о себе, если вы неправильно питаетесь, если вы не занимаетесь спортом, если вы никогда не делаете паузу своему телу, вы можете делать вещи, которые открывают дверь для болезни. Поэтому мы должны думать головой и помнить, что мы храм Святого Духа, и нам нужно заботиться о своем храме. Следующий вопрос. Какое самое большое физическое чудо вы видели лично? Что ж, я могу быстро ответить на этот вопрос. Я видел таких два, которые определенно повлияли на мою жизнь. Первое было во время нашего первого большого евангелизационного служения, которое мы провели в бывшем Советском Союзе. До этого я и Денис не видели много чудес. Но в первую ночь пришел один человек, у которого был сломан позвоночник. Его спиной мозг был сломан, и нижняя половина его тела была просто мертва. По сути, он ходил на костылях, и он использовал эти костыли, как будто это были его ноги. Он раскачивал свое тело и использовал эти костыли как ноги. В первый же вечер он пришел на то большое собрание и расположился на той стороне аудитории. И в первый же вечер он вышел вперед и был спасен. Мое сердце просто разрывалось от волнения, потому что он боролся, пытаясь пробраться к выходу через всех этих людей на своих костылях. Во вторую ночь он пришел, вышел вперед и крестился в Святом Духе. На третью ночь он пришел и сказал, что хочет принять водное крещение. На следующий день он пришел в бассейн, где мы крестили, и бросился в воду, чтобы принять крещение. Мы действительно наблюдали за тем, как Бог в полной мере действует в жизни этого человека. И все в толпе замечали его, потому что каждый вечер он приходил после того, как все рассаживались, чтобы ему не приходилось бороться с этой толпой. Но в последний вечер этих служений я уже заканчивал собрание, и у меня было видение. Сильное видение. Я увидел, как кто-то вышел вперед и положил свои костыли на сцену. Я не знал, кто это, потому что там было много людей с костылями. И я сказал, я не знаю, кто вы, но да будет вам по вере вашей. И в этот момент я услышал крик. Посмотрел в эту сторону, и руки этого человека взметнулись в воздух. Костыли выпали из-под его рук, и нижняя половина его тела, которая была мертва в течение 19 лет, мгновенно ожила под действием Святого Духа. И он, шагая, прыгая и прославляя Бога, на своих ногах спустился к авансцене и положил костыли на сцену. И это потрясло всю толпу, потому что все видели, как он приходит поздно вечером каждый день. Все видели. И я должен сказать, когда произошло это чудо, было очень трудно прекратить это служение. Никто не хотел расходиться по домам, потому что в тот момент была высвождена такая вера. Для меня это был момент, преображающий жизнь. Второе чудо, свидетелями которого мы стали, произошло с дочерью нашего водителя. Это было в Латвии. И он взял свою маленькую дочку купаться, и она утонула. Она и ее двоюродный брат вместе полезли в яму и утонули. Их вытащили из реки, отвезли в больницу, поставили насосы, подключили все возможные аппараты, которые заставляли их дышать, но их мозг был мертв. Через 30 дней дочь нашего водителя села прямо в своей постели и сказала, «Я хочу есть. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь поесть». Это было похоже на реальный случай воскрешения человека из мертвых. Это сильно повлияло на мою жизнь. Но, друзья, я только что заметил, что у нас закончилось время. Но вот вам хорошая новость. У Иисуса есть исцеление для вас прямо сейчас. Именно так. У Него может быть чудо для вас. Он тот, кто распределяет эти вещи по своей воле. Он знает, нужно ли вам что-то мгновенное. Он знает, нужно ли вам что-то постепенное. Но если вы примете то, что Он хочет дать, что бы это ни было, оно будет работать в вас, начиная с этого момента. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы исцелились. И Денис помолится о вас, чтобы вы получили чудо. Отец, прямо сейчас во имя Иисуса, основываясь на Слове Божьем, я молюсь о том, чтобы с этого момента моему другу постепенно стало лучше. Чтобы сила Божья начала обращать вспять этот недуг, пока он постепенно не станет полностью здоров во имя Иисуса. Аминь, аминь. Вы знаете, что чудеса часто приходят со словами знания. И у меня есть слово знания о том, что Бог касается чьих-то глаз. Примите это прямо сейчас. Это ваше чудо. Примите это прямо сейчас, что ваши глаза будут полностью исцелены во имя Иисуса. Аминь. У нас была замечательная встреча сегодня. Не пропустите следующий вечер. А сегодня... Хорошо выспитесь. Примите снотворное, которое есть в 4-м псалме, 9-м стихе, где говорится, «Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Это ваше снотворное, чтобы лечь спать сегодня. Хорошего вам сна и до скорой встречи. Пока. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» субтитры DimaTorzok Симон.